Всем привет! На календаре 18 февраля, и это означает, что это новости недели в Red Dead Online, еженедельное обновление, моды, утечки, сливы и многое-многое другое. С вами Готика, Готика и Сократ. Погнали! Дружище, обрати внимание на ролики, которые уже есть на этом канале, полные обзоры на всё, что есть в Red Dead Online. Профессии, оружие, крафт, новости, моды, да всё, что угодно. Даже смешные озвучки, всё есть на канале Готика. Давайте начнём, как всегда, с онлайна. Онлайн упал, и это заметно. Сервера Rockstar перестали падать. Превышение онлайна непонятно, с чем было связано на этих двух неделях. Сейчас, на данный момент, ситуация снова нормализовалась. Онлайн не больше 50 тысяч в Red Dead Online и около 200 в GTA Online. Давайте по порядку с еженедельных новостей. Дополнительный опыт за все задания для охотников за головами. Плюс на 50% больше опыта за вообще все противоборства. На данный момент до 24 сентября, нифига я загнул, до 24 февраля, включительно за все задания охотников за головами, в том числе все 10 заданий по поимке легендарных преступников и все события свободного режима охотников за головами, выплачиваются на 50% больше опыта роли. То есть это облава и так далее, так далее. Также, кроме того, на протяжении всей этой недели, кто решит помериться в любом противоборстве силенками с нами или с кем-то еще, будет получать на 50% опыта больше. Мы предлагаем вам подобрать себе метких напарников и поучаствовать в избранном противоборстве этой недели. В этом режиме командная оружейная лихорадка. Вам предстоит сражаться с соперниками в пределах неуклонно сужающейся игровой зоны, в которой полно лошадей, оружия и брони. Бой идет до последней уцелевшей команды. Ну, то бишь, PUBG, Fortnite и так далее. То есть Battle Royale. Бонусы и награды в этом неделе на магазине. Действуют 30% скидки на револьвер Лема и магазинный дробовик. Напоминаю, вознаграждение будет больше, если доставить цель живой. На этой неделе на 30% снижена цена на улучшенное лассо. И Охотник за головами тематическое оформление револьвера Шофилда и болтовой винтовки. Ну и, соответственно, обладатели подписки PlayStation Plus получат в подарок 3 партии браги и 3 партии припасов для торговцев. А игроки, связавшие свою учетную запись Rockstar Club как-то там, Twitch Prime, получат всю ту самую несчастную сумку коллекционера и медный дистиллятор для самогонного предприятия. Вот, собственно, по всем обновлениям и все. Новых шмоточек нам не добавили. Как я и говорил в прошлой неделе обновления, что капельная подача закончилась и больше новых шмоток нам не предвидится. По крайней мере, дата-майнеры нам показали в декабре все виды новых шмоток. И больше ничего, к сожалению, нет. Ждем обновления. Давайте затронем с вами косвенно тему читеров. Да ладно! Как вы сейчас видели, есть в игре двуголовые скелеты, которые ведут себя как боты. Они атакуют игроков. На воздушном шаре читер мчится через всю карту и спаунит их возле каждого игрока. В неограниченном количестве, после чего происходит ошибка, краш и выкидывает из игры. Из-за этого тупит вся сессия, собственно. И если даже вас это не коснулось, происки читеров влияют и на вашу игру тоже. С ужасной просадкой фпс тяжело прыгать по сессиям, тележки не перевозятся, все багуется. В общем, это все благодаря нашим любимым читерам. Собственно, Rockstar с этим никак не борется. Волна банов супермассовая так и не началась. А читеры делают уже все, что хотят. Отспаунят сундуки прямо на дороге, где лежит куча золота и куча денег. Они прямо в чат орут. Хочешь денег, хочешь золота, бери из этого сундука. Сундук бездонный, его нафармил читер. Соответственно, это потом впоследствии может быть где-то вскроется. И вашу аккаунт могут забанить. Поэтому любовь, взаимодействие с читером строго на ваше усмотрение. Сам я этих, не могу даже сказать кого, просто ненавижу. Как и, наверное, многие зрители и подписчики не любят то, что мы грабим чужие тележки. Кстати, на заднем фоне сейчас идет отличное видео, где участники нашего дискорд канала можете подписаться, кстати. И зайти к нам в дискорд грабит полоску 3 против 6. Да, и такое тоже бывает. Не все коту масленица, как говорится. Обязательно вступайте в наш дискорд. Все ссылки в описании, если вам надоел однообразный, ежедневный, скучный, тупой гринд от оленей до перевозки тележек. И вы уже не знаете, куда фармить золото. Или вам наоборот скучно нужна, веселая компания. Безусловно, наш дискорд для вас. Мы всех ждем и приветствуем. Pet Damage Overhaul Это супер мод, который делает Red Dead Redemption 2 сюжетку. Соответственно, более реалистичный мод делает сражение. Именно реалистично. Благодаря этой модификации противники смогут выдержать куда больше повреждений, а также более правдоподобно реагировать на различные типы урона. Оружие ближнего боя, огнестрел, поджигание, даже взрывчатка. Теперь врагов в Red Dead 2 не так просто и убить. Плюс они наносят дополнительный урон игроку. Ссылка на этот мод, соответственно, будет в описании к ролику. Ну и последний момент, соответственно, по поводу животных в сессии. Разработчики говорят, что они это все починили. На данный момент есть две теории. Теория первая, что действительно все починили. И теория вторая, более интересная. Если в сессии очень много игроков, то животных нет. Если в сессии меньше 15 игроков, то есть меньше половины сессии, то животные присутствуют на месте. Интересный момент. Когда вы создаете соло-сессию при помощи видео в предыдущих моих роликах, которые я показывал, животные есть. И если сессия наполняется 30 людьми, то они куда-то и пропадают. То есть поляна была с животными, вы отвернулись и там уже никого. К сожалению, застать такой момент мне не удалось. У меня с животными вроде как все нормально, но тем не менее охотой я не занимаюсь. Вот, дайте информацию, что у вас, господа. Ну, собственно, а на этом наш выпуск подходит к концу. Надеюсь, информация для вас была более чем приемлема. И всем спасибо, поддержите лайком. Я старался всегда для вас. Готика, Сократ, пока.